В одной маленькой японской деревушке появился незнакомый ниндзя. Со временем незнакомец превратился в изгоя. Его все гоняли, шпыняли и обижали. Другим ученикам попросту не нравилось, что сенсей проводит больше времени с этим незнакомцем, нежели с другими учениками. Тогда незнакомец принял для себя очень важное решение. Уйти в горы, стать отшельником и заняться самообучением. Незнакомец выпустил свою чакру, достал свою деревянную тренировочную катану и начал вспоминать базовые уроки сенсея. Несмотря на все усилия нашего незнакомца, его настиг блуждающий хладнокровный ниндзя. Незнакомец не стал расстраиваться, ведь жизнь его уже закалила. Чего это ты там бормочешь? Расстроился я, да еще как. Пришлось новое место для тренировок искать. Да-да-да, нужно было найти новое место для тренировок. Но сперва наш незнакомец забежал на рынок, чтобы купить новое обмундирование, потому что прошлое ему сломал блуждающий ниндзя. Тогда я наконец-то приобрел свою первую стальную катану. И наконец-то сменил свой теннисный мячик на нормальный сюрикен. Нет, ты опять не прав. Нормальный сюрикен я купил намного позже. Первое, что сменило мой теннисный мячик, это стали камни. Ах да, новичкам ниндзя не разрешается продавать настоящие сюрикены, пока они не сдадут экзамен. А до этого момента им дают камни того же веса, что и сюрикены. Чтобы привыкали. Рынок находился рядом со школой ниндзя. И наш незнакомец не удержался не заглянуть туда. О, а зачем ты пришел? Я думал, ты уже выпустился из школы. Сенсей сказал, что я многому еще должен научиться. Поэтому я все еще здесь. По мне так ты готов. Ты не сенсей, чтобы делать такие выводы, но я рад тебя видеть. Как насчет совместной тренировочки? А ты не боишься, что тебя здесь заметят? Я уже не тот, что был раньше. Но в любом случае, после тренировки я уйду. Извини меня, мне пора. Вон он, держите его. Он опять вернулся. В поисках безопасного места наш незнакомец забрался удивительным образом туда, куда ни разу еще не взбирался. И он считал, что это место будет самым безопасным. И решил основать здесь свой лагерь и продолжать тренировки. Вдобавок ко всему здесь был шикарнейший вид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова